Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 20 октября, день Сергия, назван в честь преподобного отца Сергия Нуромского, чудотворца Вологодского и Абнорского. Он жил на территории Греции, но пришел в Россию, чтобы стать учеником Сергия Родонежского. Спустя некоторое время он отправился на север к реке Нурме, чтобы уединиться там для молитвы. Там Сергий переживает большое количество соблазнов. Постепенно вокруг него начинают собираться монахи, в результате чего образуется Нурмская обитель. Сегодняшний день называют днем Сергия Зимнего. Считают, что с него начинается зима. Сегодня утром крестьяне сначала отправлялись кормить скотину, и только после этого садились завтракать. Печь в этот день растапливал самый младший член семьи. И все потому, что верили, если так делать, всю зиму в доме будет тепло. Разносолы, чтобы они не испортились, опускали в омуты на длительное хранение. Зимой температура подо льдом примерно одинакова и не падает ниже плюс 4 градусов. Это достаточно удобно для хранения припасов. Весной лед таял, хозяева доставали припасы, и на их столе были вкусные соленья. И это весьма вовремя, так как еды к этому времени оставалось мало. Сегодня существовала традиция. Женщины надевали новый платок на голову, верили, что это защищает от головных болей в течение зимы. Также умывались кислым молоком для сохранения молодости и красоты лица. Приметы. Если на серьге земля снежком покроется, через месяц быть в зиме. Если снег выпадает на мокрую землю, будет лежать долго. И наоборот, на сухую, быстро встает. Если сегодня хорошая погода, такой она будет еще 3 недели. Если лунна мутна и бледна, в ближайшее время начнется снегопад. Действительно, почему соль нежелательно посолить, а потом ждать? Потому что соль сама по себе начнет вытягивать воду из огурца, из петрушки, из базилика. И все это будет преждевременно убедать. А надо, чтобы это все действительно сохранилось такое свеженькое. И только заливай и используй. Поэтому сколько мы с собой тут его делали? 10 минут. 10 минут и получится стук. Ну что, пробуем? Вообще, конечно, я бы дала ему постоять, может быть, там вообще так по жизни. Несколько минут, чтобы как-то они там встретились. Все эти запахи, все эти вкусы. Чтобы они из всех продуктов, из этой сборной солянки, получается, создали свой уникальный продукт, такой молочный, холодный суп. Согласен, согласен. И смотри, Танюша, что мы с тобой еще тогда сделаем? Давай пойдем на эксперимент. Давайте. Мы сделали классический. Классический. Мы сделали уже более... По-малаховски. Да. Целебный. Целебный. И мы тогда сделаем еще, чтобы все это соединенность измельчилась в виде такого, ну, будем говорить, сока или пюре. Мы сделаем это все еще... Да, на блендере. То есть мы это берем, чтобы тут меньше что-то нам было резать. Ладно. Мы это все еще... Смотрите, у нас два эксперимента получилось. Сначала... Да, классический. Послушайте, Дина Петровича, я хочу тогда подождите вашего супчика чуть-чуть отложить. Нет, 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 я супчик отставлю. Я, смотрите, что делаю сюда. Одну час сюда. Да, одну час отставлю. И мы все это попробуем. То есть меня заинтересовало то, что ты сказала, чтобы все компоненты максимально соединились, в виде на целое. А для этого мы будем использовать, естественно, блендер. А я тогда уберу и приготовлю красивый стол, чтобы у нас был... Хорошо. Итак, это мотор. Это мы берем. Перемагаем. Мотор от винта. Ну что, как говорится, настало время пробовать. И, кстати, здесь уже можно, если детям добавить немножечко меда, взрослым, здесь можно соли добавить. Да-да-да-да. Причем с солью я бы рекомендовал все-таки морской, а лучше с капусты. Морской капусты. Соль будет та же, но микроэлементов будет гораздо больше. Итак, начнем с чего? Давайте начнем с классики. Давайте. Вот она ваша ложка. Ложка. Пожалуйста. Вот она моя ложка. Итак, господи, спасибо, что ты позываешь. Облаждаю. Облаждаю. Я мяту, наверное, еще добавила бы. Да? Мяту еще добавила? Общение пошло. Да. Кому как. Действительно, он простоит, тогда все соединиться. Так, ну. Так, теперь его. Пробуем мое. С пшеничкой. Несколько более пресно. И плотнее. Из-за пшеничка. Да, из-за пшеничка. Надо жевать. На грудочках, на зубы. Очень полезно. Вкусненько. Все вкусненько. Так, ну, наконец-таки. Ой, ну как пахнет. А вот сюда бы я добавила скорее митку, чем соли. А почему бы нам и не добавить? Послушайте, начали с одного. Начали с одного огурца. Что значит огурец холодной природы? А закончили, смотрите, буквально за 20 минут абсолютно три равноценных блюда. Классический арабский суп, целебный суп по-малаховски, хотя и арабский, это с проросшей пшеницей. И вот уже третий, ну, назовем его смуси. Да? Да. Конечно, лучше всего было бы в блендере. А, кстати, мы можем сейчас все в блендер перелить и смешать. В общем, нам есть чем заняться после того, как наша программа закончилась. И дело в том, что добавление меда придаст еще дополнительный желчегонный эффект. То есть те люди, которые страдают желчными заболеваниями, вот с помощью вот этого вот арабского супа, с добавлением проросшей пшеницы и мед, я думаю, получат очень хороший, оздоровительный и патриотический эффект. Ну что? Вот, если бы меня сейчас спросили о моем хит-параде, я вам скажу, арабский суп превращается в малаховский смуси. И это мне очень нравится. Спасибо большое, Геннадий Иванович. Ну что, прощаемся уже получается, да? Прощаемся. Прощаемся. Добро здоровиться, используйте наш арабский суп. Да. И в своих мирных целях. Да, и охлаждайтесь. Доброго здоровьего. Давайте все туда сейчас вылим и все с медом взобьем. 22-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйте с красотами природы. 23-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная. Поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить собоконтроль, сделайте разродочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате. А после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!